добрый день дорогие друзья меня зовут анатолий я нахожусь в владикавказе на стадионе который называется динамо и это один из старейших северной осетии стадионов и очень необычная его история и здесь достаточно хорошее место это набережная реки терек городе владикавказе и этому стадиону более 90 лет уже то есть а быть точнее это 92 года история динамовского стадиона уходит можно так сказать корням к указу феликса дзержинского от конца 1922 года когда он сказал что все чекисты обязаны ежедневно тренироваться спортом и развивать свои физические качества и с 20 мая 1926 года в северной осетии во владикавказе построили стадион динамо где в начале занимались 200 примерно человек футболом играли в городки стояли теннисные корты прыжковая одна яма 50-метровый тир а также были перекладины и что самое интересное в этом чекисты внимание занимались ежедневно после работы ежедневно без выходных и впоследствии сегодня уже здесь на этом стадионе есть трибуны с вестимостью до 5000 человек развивается футбол развивается сегодня бокс вольная борьба зюдо рукопашный бой спортивные танцы а также женский футбол и что интересно то что здесь построили уже плавательный бассейн очень приличный на 25 метров в длину к сожалению он не имеет доступа до для обычных людей и здесь занимается примерно 2000 подростков спортом а также люди которые живут поблизости вокруг этого стадиона имеют доступ к нему а также динамовцы это сотрудники мвд северной осетии стадион динамо подготовил на его базе очень многих известных спортсменов таких как арсен фатзаев суслан андиев аслан и махарбек хадарцевы артур таймазов и многие многие другие владикавказ стадион динамо а